Доводы.ру представляет На 75, а по другой версии на 95 дней больше, прожила Фатима, алейхиссалям, своего отца-посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва алейхиссалям. Дочь пророка Мухаммада, супруга Али ибнабул Талиба, мать Хасана, Хусейна и еще двух внучек пророка, скончалась в возрасте 18 лет в Медине. Фатима Захра, алейхиссалям, была воплощением всех тех лучших качеств, которыми могла бы обладать женщина, целиком посвятившая свою жизнь Всевышнему Аллаху. В своих высказаниях пророк неоднократно говорит об особом положении Фатима и наделяет ее статусом недоступным ни для кого другого. Сегодня мы хотим разобрать один из статусов, принадлежавший этой женщине. По характеру нашего канала мы ограничимся исключительно доводами из суннистских авторитетных источников, этого будет достаточно. Итак, Сахих Бухари. Это издательство Даруль ибн Кафир 93 года, том 3, страница 13, 26, хадис 34, 26. Весь хадис зачитывать не буду, он передается от Аиши. В нем Аиша говорит, что однажды пророк обратился к Фатиме и сказал ей что-то, от чего она заплакала. После сказал ей что-то, от чего она засмеялась. И тогда Аиша спросила у Фатимы о причине этого. Но Фатима не стала ей говорить, оставшись на то, что это секрет от пророка. И потом, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, умер, Аиша повторно спросила Фатиму. И тогда Фатима ответила ей, цитирую. Он, то есть пророк, рассказал мне по секрету, что Джабраиль каждый год повторял со мной, то есть пророком, Коран один раз. Но в этом году повторил его два раза. И это говорит о моем скором уходе. И первым из моего семейства, кто присоединится ко мне, будешь ты, говорит пророк Фатима. Услышав это, я заплакала. И тогда он сказал мне, разве не довольна ты тем, что ты госпожа женщины рая и верующих женщин? Услышав эти слова, я улыбнулась. Итак, вашему вниманию предстают слова пророка, адресованные Фатиме. Разве не довольна ты тем, что ты госпожа женщины рая? То есть пророк оповещает ее о ее статусе, госпожи женщины рая. Практически идентичный хадис приводится и у муслима в хадисе под номером 24-52 хадис. Госпожа женщин рая. Слова отца или слова пророка. Если взглянуть на события, описанные в этом хадисе глазами человека далекого от понимания ислама, то ситуация может восприняться так. Пророк возвещает своей дочери о приближении своей кончины. Она расстраивается, и пророк, как и любой любящий отец, успокаивает ее, говоря, что эта разлука ненадолго, ты скоро тоже присоединишься ко мне, мы снова будем вместе, ты будешь со мной в раю в прекрасном положении, будешь госпожой, госпожой женщин рая. То есть похоже на то, что пророк просто говорит добрые, обнадеживающие слова в этот трудный момент, которые обычно говорят обычные люди. Но вот только пророк необычный человек. И слова его необычны. Всевышний Аллах в священном Коране говорит в суре 53, третий аят, бисмилляхи рахмян рахим, «И не говорит он по прихоти, это лишь откровение, внушаемое ему». Из данного аята мы понимаем, что пророк не говорит по прихоти, не говорит от себя, не говорит те слова, которые можно было бы пропустить мимо ушей, не обратить на них внимания. Тем более, когда заявляют о таких важных вещах, как высшее духовное положение Фатема Мирьи. А почему эта вещь такая важная, спросите вы? Ну, сказал пророк, ну, госпожа женщин рая, ну и что дальше? Мы это и так признаем, но какое это имеет отношение к нашей сегодняшней реальности, тем более после ее смерти? Дело в том, что, как мы уже сказали, пророк не говорит по своей прихоти, а все его слова — это лишь откровение, внушаемое ему. Согласно этому аяту, то есть возвещение о том, что Фатима Захара имеет величайший духовный статус в исламе, это откровение, внушаемое ему. Внушаемое кем? Всевышним Аллахом. То есть Аллах пожелал, чтобы пророк, салюллаху алейхи ва алейхи ва салям, донес это до Фатимы и до нас с вами, раз уж мы об этом с вами сейчас говорим. И глупо было бы полагать, что Аллах донес до нас ту информацию о положении Фатимы просто для того, чтобы мы знали, что в будущем мире она будет госпожой женщины рая. Если это просто для информации, то какая от этой информации нам польза? Но будет госпожой женщина в будущем мире. Опять же, какое это отношение имеет к миру этому? Неужели Аллах не спасла нам в откровении информацию, бесполезную для нас? Нет. Госпожа женщин рая это полезная и актуальная информация для нас. Госпожа женщин рая, и из этого много что следует. Фатима госпожа женщин рая, и из этого следует, что Фатима прожила свою жизнь в более лучшем качестве, чем кто-либо другой из женщин, причем заслужив это положение всего за 18 лет своей земной жизни. Ее жизнь является самой показательной жизнью из всех женщин мира. Фатима госпожа женщин рая, и из этого следует, что если вы хотите взять примеры с жизни кого-то из благочестивых женщин, возьмите примеры в первую очередь с ее жизни. Она является эталоном, никто либо другой. Фатима госпожа женщин рая, и из этого следует, что если хотите впитать исламские знания, впитайте от нее, с ее школы, со школы Ахляль-Бейт. Фатима госпожа женщин рая, и из этого следует, что если вы хотите узнать, как следует поступать в той или иной ситуации, поступите так, как поступала она. Фатима госпожа женщин рая, и из этого следует, что если вы сомневаетесь, какую позицию занять в той или иной ситуации, займите ее позицию. Фатима — госпожа женщин рая, и из этого следует, что если вы хотите узнать, кого следует любить, а кого отвергнуть, полюбите того, кого она полюбила, и отвергните того, кого она отвергнула. Всё это следует из статуса Фатимы. Слова пророка — не просто слова. Выработайте привычку со всей внимательностью относиться к тому, кто не говорит от себя. Посмотрите на обстоятельства, в которых пророк указывал на религиозный статус Фатимы. Слова пророка были сказаны в преддверии его смерти. Это было указанием, указанием на то, за кем нужно будет следовать уме после его кончины, какую нужно будет позицию занять, какую сторону. И как мы увидели потом, после смерти пророка в уме, произошли такие события, которые развели по разным сторонам баррикад сторонников Ахлальбейд и их противников, обнажив взаимную неприязнь друг к другу. И о том, какую сторону занять, в этом противостоянии сказал пророк, произнеся «ты госпожа женщин рая». Произнеся их не столько для самой Фатимы, сколько для нас с вами, для тех, кто будет жить потом, для тех, кто потом будет задаваться вопросами, кто прав, за кем следует идти после смерти пророка, за семейством Ахлальбейд или их противниками, от кого следует принимать религию, от семейства Ахлальбейд или от их противников. Две стороны, в которых нужно будет разобраться. Причем в реальности, в которой мы с вами сейчас живем, две стороны, либо Ахлальбейд, либо не Ахлальбейд. В подобной классификации даже третьей стороны нет. И о том, какую сторону занять мусульманину после смерти пророка и до судного дня пророк обозначил. Обозначил словами «госпожа женщин рая». Определив киблой, на которую необходимо ориентироваться. А для тех, кто уже занял сторону Ахлальбейд или желает получше узнать об этой школе, мы предлагаем воспользоваться онлайн-школой Имама Джавада, которая поможет вам получить качественное исламское образование, не отходя от ваших устройств. Ссылка, QR-код, лайк, подписка. Ассаламу алейкум. Ссылка, QR-код, лайк, подписка.